Госдума проголосовала за отзыв о ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Могут ли возобновиться такие испытания? Как будет выглядеть архитектура глобальной безопасности? Об этом поговорим с постоянным представителем России при международных организациях Вене Михаилом Ульяновым. Он на прямой связи со студией. Михаил Иванович, здравствуйте. Госдума одобрила отзыв о ратификации договора о ядерных испытаниях. Что это на практике означает? Ну, на практике это означает, что отменена статья 1 договора федерального закона 2000 года о ратификации ДВИ. Все остальные статьи о законе 2000 года остаются в силе. Они сохраняют актуальность. Там речь идет о поддержании российского ядерно-оружейного комплекса в хорошем состоянии, забота о кадрах, о научных центрах, поддержание полигонов в надлежащем состоянии на случай возможного возобновления ядерных испытаний. Что изменится? Ну, вы знаете, для вступления договора в силу, его должны ратифицировать 44 государства из определенного списка, который был составлен почти 30 лет назад. Все ратифицировали, кроме 8. Теперь будет 9 с нашим участием. В этой категории помимо России окажутся Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Египет, Израиль, Иран, Индия, Пакистан и Корейская Народно-Демократическая Республика. Наша подпись под договором, ее вставил 24 сентября 1996 года. Евгений Максимович Примаков остается в силе. Вся практическая работа по подготовке к вступлению договора в силу продолжится в обычном режиме. У нас в этом году завершится создание российского сегмента. Международная система мониторинга – это вторая в мире по масштабам послеамериканской. То есть каких-то таких принципиальных отличий от того, что было до сих пор, не будет. Это скорее политический жест, стремление оказаться на равных с Соединенными Штатами в том, что касается статуса наших стран по отношению к договору. Но, видимо, через несколько дней, после того, как закон будет опубликован, ступится в силу. Изменится его название. Ничего другого мы пока не ожидаем. Михаил Иванович, в Вене же располагается организация договора о запрете ядерных испытаний. Как там отреагировали на решение Москвы? Одна поправка. На самом деле здесь находится подготовительная комиссия организации по договору о всеобъемнейшем запрете ядерных испытаний. Эта подготовительная комиссия уступит место полноценной организации после того, как договор вступит в силу. Насчет реакции. Вчера, в эти дни, понедельник, вторник в СРД, как раз проходит заседание так называемой рабочей группы А, подготовительная комиссия, которая занимается административно-бюджетными вопросами. Но, тем не менее, несколько стран и объединений, Европейский Союз, Великобритания, Франция, кто-то еще поднимали вопрос о планируемом отзыве российской ратификации. Они выражали обеспокоенность, призывали нас этого не делать, так же, как и исполнительный секретарь временного технического секретариата, австралиец Роберт Флойд. Но какой-то ажитации особой я, честно говоря, не заметил. Как бы, может, это связано с тем, что это группа по административным бюджетным вопросам, и закон у нас еще не принят. А в ноябре будет пленарное заседание подготовительной комиссии, где можно ожидать политизации вокруг этого вопроса. Зная наших западных партнеров, можно ожидать, что они попытаются использовать наши решения для дискредитации Российской Федерации. Но это легко отбить. Мы это обязательно сделаем. Еще один момент. Вчера ко мне приходили два гонца, два посла западных от имени так называемой группы друзей-двзяи. Существует такое неформальное объединение в Вене. Они сами себя назначили друзьями. Ну и проводят определенную работу в поддержку договора. Создают определенный политический антураж на фоне полного застоя в вопросе о вступлении договора в силу. Но они пришли, сказали, что по их мнению, интересам России отвечало бы сохранить статус-кво, не отзывать ратификацию. Я ответил, что это очень трогательное со стороны недружественных стран. Но вообще как-то странно. Они нам пытаются объяснить, что отвечают российским интересам, а что не отвечают. Ну, Михаил Иванович, в Европе вообще любят нас учить жизни. Они говорят, что выборы 2024 года уже неправильные. И вообще мы с вами не умеем голосовать за тех руководителей, которыми нами правят. Все за нас там решают. Уже все объявили. Это у них теперь мода такая. Объяснять нам, как нам правильно жить. Ну вот, если касаться все-таки существа вопроса. Ну, во-первых, непонятно, кто действительно назначил этих друзей. Какие интересы они представляют, чьих. Потому что просто так друзья не бывают. Они же ездят, они тратят деньги, кто-то их финансирует. Как вы думаете, чьи это люди? Нет, это такой межсобочек. Несколько западных стран, далеко не всех, кстати, решили как бы работать в этом управлении. Ничего плохого в этом нет. Единственное, что работа это несерьезно. К реальной политике имеет очень малое отношение. Это именно какие-то пропагандистские такие шаги. Ну, ничего. А насчет того, что они учат нас жить, я могу заверить, что здесь, в Вене, мы стараемся отвечать им аналогичным образом. И объясняем, как им следовало бы себя вести в нынешних обстоятельствах. Да, Михаил Иванович, дипломатия прекрасна, но, по-моему, пока мы на танки к ним не приедем раз в 50-70 лет, они плохо понимают по-русски все. И вообще на других языках нормальный цивилизованный разговор. Но это, что называется, реплика. А что касается реальной политики, возможно ли возобновление ядерных испытаний в обозримом будущем? Как они могут повлиять на глобальную политику и вообще ваше отношение к таким испытаниям? Ну, никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. И, на мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности. У нас и так хватает турбулентности в международных отношениях. И не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор. Дело в том, что этот договор, ну, он как священная корова в международном сообществе. Как бы есть консенсус, что он несет большую важную нагрузку. И его нужно холить, лилить и сохранять. Мне нравится, честно скажу, позиция нашего президента, которого он озвучил в феврале. Это очень разумный подход. Он сказал, что Россия не будет первой возобновлять ядерные испытания. Но если это сделают Соединенные Штаты, нам придется пойти тоже по этому пути, видимо. Это самая правильная позиция. Я знаю, что в нашем обществе, в политологических кругах часто призывают к разобновлению ядерных испытаний. Я, честно говоря, ну, вообще-то это вопрос к президенту, главнокомандующему. Он принимает все решения. Но со своей стороны могу сказать, пожалуй, что я не уверен, что это сильно повлияет на натовцев. А вот дружественные нам страны, их очень много на планете, они, ну, расстроятся, скажем так. Если вдруг в силу каких-то обстоятельств Россия первый возобновит ядерные испытания. Наверное, это обстоятельство тоже нам нужно учитывать. Надеюсь, что обойдет следующий испытаний. Да, Михаил Иванович, безусловно, здесь очень много тонких психологических моментов, которые сейчас в политике крайне важны. Потому что ситуация электризована, все на нервах, все боятся глобального конфликта. И обоснованно это делают, к сожалению, такая вероятность есть. Вот и распространение ядерного оружия, безусловно, это один из страхов, наверное. Если вернуться к дипломатической работе, США через свои представители в ООН просили российских депутатов не отзывать ратификацию договора. При этом сами США, как известно, там не состоят. Это вообще о чем разговор? Вы уже частично ответили на этот вопрос, но все-таки я хотел бы еще раз его задать. О чем они нас просят, я не понимаю? Вы знаете, вчера, да, вчера, в понедельник, извините, в понедельник американский представитель здесь, Евгения, тоже призывал нас воздержаться от этого шага. Но это американская манера. На самом деле, американцам лучше было бы помолчать в этой ситуации, потому что они сами отлично знают, что за 27 лет они договор так и не реценцировали. И уж призывать нас не отзывать ратификацию, это как-то странно со стороны именно США. Другие страны, наверное, могут это делать, а Соединенным Штатам, наверное, не следовало бы. Но они исходят, видимо, из принципа, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Это специфика американского менталитета. Они считают себя мессией, стоящей над всем международным сообществом. Выглядит это довольно глупо, неубедительно, не солидно. Вы знаете, в последнее время они продвигают тезис о том, что остальное международное сообщество должно создать благоприятные условия для того, чтобы СИНА США ратифицировал договоры. Какие это условия? Ну, наверное, все должны подписать и ратифицировать соглашение. Должна быть создана очень эффективная система международного мониторинга. И вот тогда, когда все это сделают, Соединенные Штаты могут подумать о том, как и им ратифицировать это соглашение. Это моя догадка, я пытаюсь ответить на ваши вопросы. Вообще-то его лучше задавать, конечно, американцам. Хотя я не уверен, что они в состоянии на него ответить. Да, Михаил Иванович, по-моему, они не в состоянии даже понять, что они сами делают, потому что все их последние шаги говорят о том, что они плохо контролируют ситуацию. И плохо понимают, как выходить и как восстанавливать свое пошатнувшееся реноме на том же Ближнем Востоке. Но это отдельная тема. Что касается запрет ядерных испытаний и так далее, вот эти все механизмы международные, контроль над вооружениями, СНВ-3, этот договор, другие механизмы, но они явно разрушаются сейчас. Что бы это значило? И есть ли вообще хоть какой-то шанс, что в ближайшее время может что-то появиться на этих руинах, что-то новое? Вы знаете, я, наверное, могу отталкиваться только от собственного опыта, инстинкта, если хотите. Я начал заниматься вопросами разрушения и нераспространения еще при советской власти. Возглавлял до назначения Вену в течение 7 лет департамент Министерства иностранных дел. Отвечающие за эту проблематику. У меня есть уверенность, что рано или поздно система международных договоров и соглашений начнет восстанавливаться. Наверное, в другом виде, в облегченном по сравнению с СНВ-3 или договором по обычным вооружениям в Европе, вооруженным силам в Европе. Но, наверное, и нам, и Западу нужна определенная предсказуемость, определенное, ну, не то что доверие, но хотя бы недоверие свести к минимуму. Но для того, чтобы это могло быть реализовано, Соединенные Штаты, страны НАТО должны серьезно пересмотреть свою политику, в том числе курс на нанесение России так называемого стратегического поражения. Если и когда это произойдет, вполне возможно, что диалог заряжется. И не исключаю, что он приведет к заключению новых договоренностей. Но сейчас это выглядит как весьма отдаленная перспектива. Как некая фантастика, да? Михаил Иванович, вот давайте еще о реальной политике. Мы понимаем, что чем больше развиваются технологии информации, спутники, смартфоны, интернет и так далее, тем больше появляется, к сожалению, как это не парадоксально звучит, возможность им манипулировать общественным мнением через дипфейки или просто фейки, как угодно. Я сейчас говорю о мониторинге испытаний. Ведь может так получиться, что американцы испытания проведут, а потом скажут, что мы ничего не проводили, это у вас аппаратура там сломалась. Мы видим, что происходит вокруг больницы в секторе газа. Уже Израиль сначала объявляет это мы с радостью, мы бомбили, мы там с террористами боремся. Потом поняли, что натворили, говорят, нет, 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 это все не мы, это вот другие сделали. Как эту систему выстраивать, мониторинга, она насколько эффективна сейчас? Ну, она еще не завершена, ее строительство не завершено где-то 90 с чем-то процентов по всему миру. А в нашей стране, я думаю, в декабре мы полностью завершим строительство российского сегмента, второго по размерам в мире. Этот сегмент включает 32 объекта. Система достаточно эффективная. Там и сейсмологический мониторинг, и инфразвуковой мониторинг, и радионуклидный, и гидроакустический. Это целая система технических мер, которые позволяют, кстати, фиксировать землетрясение даже небольшого масштаба. Хотя это, строго говоря, не входит в компетенцию подготовительной комиссии от взяга. Нет, мониторинг достаточно эффективен, а если вдруг допустить, что станция не сумеет уловить проведение испытания сверхмалой мощности, о чем беспокоятся американцы, то есть такой механизм, как проведение инспекции на месте. Он прописан в договоре, уже прошло несколько очень крупных международных учений на этот счет. Следующие в 2025 году в Шри-Ланке. Я думаю, что этот механизм мониторинга весьма и весьма эффективен, и наши военные, насколько я знаю, оценивают его достаточно высоко. Ну что ж, спасибо большое, Михаил Иванович. Мы говорили с постоянным представителем России при международных организациях Вене Михаилом Ульяновым.